Магнитное поле второго проводника, в свою очередь, воздействует на движущиеся заряды первого проводника. В случае одинакового направления тока в двух параллельных проводниках, они притягиваются. В случае противоположного направления тока, отталкиваются. При воздействии магнитного поля на проводник с током, возникает сила Лоренца. Направления тока в параллельных сторонах рамки проводника противоположны. И возникающий момент сил вращает рамку. При движении магнита относительно неподвижного проводника, в цепи возникает индукционный ток. Вместо поля постоянного магнита, можно использовать магнитное поле катушки с током. ЭДС индукции в одном проводнике возникает в момент включения и выключения тока в другом проводнике. Направление индукционного тока определяется законом Ленца. Индукционный ток направлен всегда так, что его магнитное поле противодействует изменению магнитного потока, пронизывающего контур. На основе закона Ленца можно объяснить и возникновение магнитной подушки. Присоединим оба конца контура через скользящие контакты к внешним проводам. В этом случае мы получим генератор переменного тока. Если скользящие контакты через каждые полоборота рамки соединять с противоположными концами цепи, мы получим принципиальную схему генератора постоянного тока, точнее пульсирующего тока одного направления. Чтобы сгладить пульсацию на роторе, делают несколько контуров. Изменение силы тока приводит к изменению магнитного потока, пронизывающего контур, что наводит ЭДС в том же контуре. Это явление называют самоиндукцией. ЭДС самоиндукции пропорциональна быстроте изменения тока и индуктивной. Ток самоиндукции в катушке, согласно закону Ленца, при замыкании направлен противоположно основному току. Со временем ток самоиндукции уменьшается, и ток в цепи будет определяться классическим законом Ома. Двухнитевые или бифилярные катушки обладают очень малой индуктивностью, так как направления тока в обеих нитях противоположны. Смотрим возникновение индукции в двух магнитно-связанных контурах. Пропустим через один из проводников изменяющийся ток. Это приведет к возникновению ЭДС самоиндукции в первом проводнике, а также ЭДС взаимной индукции во втором. Аналогичная картина возникает при изменяющемся токе во втором проводнике. Если направления токов в контурах одинаковы, перед формулами ЭДС знаки минус. При смене направления тока в одном из контуров знак минус меняется на плюс. Коэффициенты взаимной индукции всегда равны. Явление электромагнитной индукции приводит к увеличению плотности переменного тока вблизи поверхности проводника. Магнитное поле переменного тока приводит к возникновению вихревых токов внутри проводника. Индуцированный ток у поверхности усиливает основной ток, а вблизи оси ослабляет. В результате ток высокой частоты как бы вытесняется на поверхность проводника. Для передачи токов высокой частоты применяют волноводы. В электрических машинах вихревые токи вредны. Они вызывают нежелательный нагрев. Для борьбы с ними используются сердечники из тонких листов разделенных изоляцией.